С нами на связи Павел Кухта, исполняющий обязанности министра экономики в 2020 году, член правления гуманитарного хаба Яни Один. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Противоречивые прогнозы по поводу принятия нефтяного эмбарго против России. Агентство Bloomberg сообщает, что оно под угрозой срыва. Reuters пишет, что ЕС может согласовать эмбарго. Как по-вашему будут развиваться эти события? Я жду, что в какой-то форме оно будет введено. Может, оно даже будет называться не эмбарго, а как-то по-другому. Из него точно будут какие-то исключения. Это будет какой-то компромиссный вариант. И очевидно, что тенденция движения европейских стран, чтобы уходить от зависимости от российской нефти, она будет. То есть, да. В общем-то, вопрос темповый. Темпы будут достаточно быстро. Я думаю, что до конца года достаточно сильно эта зависимость сократится. Там на самом деле есть масса нюансов и проблем, если вопрос детально изучать. Ну, например, у нас с вами в Украине бензиновый кризис сейчас. Нам нужны поставки топлива. В Восточной Европе многие нефтеперерабатывающие заводы работают на российской нефти. Она чуть-чуть технически другая, чем, например, нефти из других мест. Соответственно, если вводится сразу резко полная эмбарго, эти заводы не могут перерабатывать нефть, бензиновый кризис усугубляется. То есть, тут вопрос несколько сложнее, чем просто, что вот запретили и проблема решилась. Ну, безусловно, движение в эту сторону будет. И, в принципе, понятно уже и компаниям, и государствам в основном, что Россия – это ненадежный поставщик. И, конечно же, при этом у нее есть определенные друзья, например, в Англии, которые, наоборот, пытаются по-своему этой возможности воспользоваться. И может даже получить некие дивиденды, остаться перерабочиком этой российской нефти. Тут тоже иллюзий строить не нужно. В конце концов, когда есть такой гигантский объем дорогого ресурса, конечно, всегда будет кто-то, кто будет пытаться на этом заработать. Это неизбежно. Сразу несколько изданий сообщили, что с некоторых российских олигархов могут снять санкции. Вот скажите... А взамен, взамен они должны выделить деньги для восстановления Украины. Вот скажите, для нас это приемлемо? Ну, это, честно говоря, звучит странно. Я слабо себе представляю. Европа и западный мир работают по правилам. Я как-то слабо себе представляю, как какой-то такой договорняк, наверное, правильное слово для этого. Как это можно в систему правил вписать? Мне это не очень ясно. Поэтому я пока что скептически отношусь к этим новостям. Конечно, посмотрим. Но это звучит как что-то, что реально для постсоветских стран. Но вряд ли реально для стран Запада. Украина просит Германию приостановить Северный поток-1. Пойдет ли Германия на такой шаг, по вашему мнению? Ну, я думаю, прямо сейчас нет. Не выглядит что. Это же, в общем-то, вопрос не Северного потока как такового. Это вопрос зависимости Германии от российского газа. И готовности Германии отказаться от него. Пока что выглядит так, что они затягивают эту ситуацию. То есть, если с нефтью прогресс идет быстрее, то с газом прогресс медленнее. К сожалению, Европа поставила себя в огромную зависимость от поставок российского голубого топлива. И пока что они активно сопротивляются тому, чтобы от этого отказаться. Потому что, конечно, когда они создали такую зависимость, цена отказа для них будет очень тяжелой экономически. Поэтому, и даже где-то, я бы сказал, невозможно быстро, потому что целые индустрии просто лягут, если сразу они это прервут. А сколько лет нужно для этого? Ну, если помните, базовый план Евросоюза, вот то, о чем говорили изначально в контексте энергетических санкций, предполагал отказ от нефти в течение года и отказ от газа в течение трех лет. То есть, если нефть до конца года, грубо говоря, не ожидали, наверное, в хорошем сценарии, но, скажем так, планировали бы отказаться полностью, то газ три года. То есть, газ на самом деле, скажем так, иголка сидит глубже. И это большая проблема, чем нефть. С другой стороны, нефть не намного менее важна с точки зрения бизнеса для России, чем газ, ресурс. Поэтому неплохо было бы двигаться, вот где можно быстро двигаться, там и двигаться. Нефть так нефть, хорошо, но давайте тогда свернем нефть. Скажите, а есть ли на сегодня понимание, как будут взиматься деньги с агрессора на восстановление Украины? И какая сумма убытков уже есть на сегодня? Те цифры, которые озвучиваются, вот рассчитаны сейчас, это 500-600 миллиардов долларов. Да, конечно, все это будет уточняться и переуточняться. Мы только же должны понимать, что в конечном итоге, по-серьезному, этот процесс должна вести на огромном контракте. Какая-то огромная аудиторская фирма или несколько таковых, одни из крупнейших в мире, это гигантский проект, по сути, беспрецедентный. Оценить потери в войне в такой большой стране, как Украина. То есть то, что я сейчас, это скорее какие-то предварительные данные, волонтерские какие-то инициативы. Но это, конечно, недостаточно для того, чтобы положить в серьезную базу под восстановление. А ресурс, я думаю, что первый ресурс, это, конечно же, конфискованные российские активы, в первую очередь деньги Центрального банка. Конечно, Россия, в первую очередь, должна ими заплатить за разрушение в Украине. Все остальное, это какие-то репарации. Я думаю, что там будет более сложная, скажем, дискуссия, как это все структурировать, как обеспечить, чтобы они действительно платились. Но, очевидно, первый ресурс, который должен на это пойти, это те деньги, которые уже есть. На столе это арестованные российские активы, которые деться никуда не будет. Еще немного о состоянии дел в России. Из страны-агрессора уже ушла тысяча компаний. Накануне заявили об уходе Shell и Vela, косметический гигант. Еще КАМАЗ вел трехдневную рабочую неделю для части сотрудников. Есть ли у вас данные, как обстоят дела в России, учитывая все эти новости последние? Ну, смотрите, точных данных ни у кого нет, но мы понимаем, что оборонное, скажем так, двойное назначение промышленности очень сильно пострадало. Она очень сильно зависела от западных компонентов, особенно электроника, какие-то технологичные компоненты. Все сложные технологии, по сути, импортировали. И санкции действительно подкосили их возможность завозить эти вещи. То есть они могут склепать какую-то советскую машину, но сделать современную машину, в которой электроника контролирует половину процессов, они уже не могут. Да, я уже молчу про какое-то высокоточное оружие или что-то подобное. Это, в первую очередь, касается вот там, где это важно для Украины, для войны. Это, в первую очередь, технологии двойного назначения и военной. Действительно, у них огромные проблемы в связи с этим. Кстати, эти проблемы начались не сегодня, потому что они от Украины очень сильно зависели в этом отношении. У них с 2014 года много чего они уже не могут возить из Украины, потому что их промышленность была завязана на украинские предприятия. Поэтому эта проблема у них есть. Хорошо, что она у них есть, потому что она сдерживает напрямую их военный потенциал. Но я бы, скажем так, не переносил это, не экстраполировал это прямо на население их. То есть, от того, что они не могут сделать танк, ну, не значит, что это там вызывает бурное недовольство у жителей Москвы. Ну, условно, я бы сказал так. Согласен. Спасибо вам большое за ваш комментарий. На связи со студией был Павел Кухт, исполняющий обязанности министра экономики в 2020 году, член правления гуманитарного хаба «Я не один». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!